Следующая тема, о которой мы будем далее говорить с гостями эфира, это переговоры. Мирные переговоры Киева и Москвы, на которых настаивает Киев, на которых настаивает президент Украины Владимир Зеленский. Будем анализировать сложившуюся ситуацию, переговорную ситуацию с Федором Венеславским, представителем президента Украины в Конституционном суде нашего государства, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, оборонной разведки. Федор Владимирович, здравствуйте, я рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте, приветствую вас также. Если говорить, давайте начнем, наверное, с самого главного, с той встречи, которая, возможно, должна решить исход, должна поставить точку в этой агрессии путинской против Украины. Это встреча Владимира Зеленского и встреча Владимира Путина. Пару дней назад господин Песков, говорящий рот Владимира Путина, пресс-секретарь, если быть официальным, заявил о том, что встреча Зеленского и Путина возможна гипотетически, если будет конкретный документ. Владимир же Зеленский в интервью недавнем, новом своем, заявил о том, что встречи с Путиным, возможно, не будет. Но при этом президент Украины считает, что даже после трагических событий в Буче необходимо продолжать переговоры с Российской Федерацией. Встреча двух президентов, по вашему мнению, нужна ли она, насколько она важна и возможно ли она после кадров из Бучи? И опять-таки напомню нашим зрителям, что это только несколько городов Украины, которые освобождены от оккупантов. Дальше может быть, к сожалению, больше. К сожалению, действительно, это не только в Буче и Ирпене, в Гастомеле, в иных пригородах Киева, но и, как уже сегодня известно, нам и докладывают нам наши военные, такие же случаи, к сожалению, имеют место и в Сумской области, и в Харьковской области. То есть, скорее всего, мы будем иметь, к сожалению, повторение тех зверств, которые совершаются российскими оккупантами, тех преступлений, я не знаю, это, знаете, того, что не поддается нормальной оценке человеком с нормальным восприятием, будет и в других оккупированных городах, селах, поселках. И, к сожалению, то, что мы видим, оно только имеет тенденции к увеличению. Поэтому, конечно же, мы на это обязаны реагировать, мы на это реагируем. Наши правоохранительные органы совместно с нашими международными партнерами очень тщательно документируют, фиксируют каждое нарушение, каждое преступление против человечности, военное преступление, преступление геноцида. И этому будет дана соответствующая оценка в международных и в национальных судебных институциях. После войны в этом у меня сомнений нет. У каждого, кто совершил преступление, я сегодня вашим коллегам уже говорил, и это нужно доносить до каждого существа, которое вот это творило на территории Украины, информация о каждом из них будет у нас 100%. Каждый из тех ублюдков, которые совершали подобные злодеяния на территории Украины, будет идентифицирован. Мы будем знать и уже знаем названия воинских подразделений, которые дислоцировались в Буче, в Остомеле, в Ирпине, в Бакарове, в Рогане, в Конотопе и в других городах. Мы знаем фамилии и имущества командирам, знаем командующий состав. И на данный момент будем осуществлять идентификацию каждого военного преступника, который будет привлечен к ответственности. Вне всякого сомнения, я в этом абсолютно убежден. Что касается вашего вопроса о переговорах, то нужно понимать, что в том числе для невозможности повторения таких событий, таких ужасных преступлений в иных регионах, в иных населенных пунктах Украины, необходимо войну прекращать, необходимо обсуждать условия освобождения территории Украины, вывода российских вооруженных сил и дальнейшей компенсации того ущерба, тех убытков, которые и в материальном и нематериальном смысле понесла Украина в результате этого варварства со стороны Российской Федерации. Если рассматривать возможность встречи президентов, то мы же все прекрасно понимаем, что в Москве решение принимает один-единственный человек. И фамилия ему Путин, он не позволяет кому-либо еще решать какие-то вопросы, связанные с агрессией против Украины. Кстати, я убежден, что те зверства, которые происходили, это один из элементов, один из пазлов его варварского плана по уничтожению Украины, украинской государственности, украинской нации. Тем не менее, мы понимаем, что ресурсы и человеческие, и материальные в Российской Федерации очень большие еще, и мы понимаем, что эта война, если ее не остановить, может продолжаться еще достаточно долгий промежуток времени. Поэтому, конечно же, Украина заинтересована в том, чтобы сохранить каждую человеческую жизнь, и необходимо продолжать переговоры, необходимо искать те точки соприкосновения, которые позволят прекратить войну. Я думаю, что идеальный вариант был бы эта личная встреча между двумя президентами. Мы помним, что во время первых раундов переговоров были озвучены позиции, что предметов для переговоров на уровне президентов нет. Мы понимаем, почему. Потому что президент Зеленский демонстрирует свою смелость, свою стойкость и то, что он пребывает все это время в центре столицы Украины. Он никуда не уехал, вопреки угрозам и вопреки опасности. Он является символом нашей борьбы. И это очень нервирует, мягко говоря, Путина, который в мирных условиях прячется где-то за Уралом в своем бункере. Поэтому, конечно, контраст очень разительный между этими двумя лидерами. И, конечно же, Путину не хотелось бы встречаться с Зеленским. Это мое субъективное мнение. Тем не менее, на последних раундах переговоров уже риторика российской стороны немного изменилась, и они не исключают возможность встречи президентов. Когда будут подготовлены соответствующие документы, над согласованием которых и сейчас работают наши делегации. Поэтому я думаю, что переговоры, идеальный вариант, чтобы переговоры состоялись. И в результате этих переговоров была прекращена вот эта резня, прежде всего, мирного населения на оккупированных территориях. Потому что рано или поздно мы врага с нашей земли, наши вооруженные силы точно выгонят. Но, тем не менее, это может стоить еще много жертв среди мирного населения. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы прекратить обстрелы мирных городов, террористические атаки ракетными обстрелами, прежде всего. И эта война должна быть прекращена. А дальше будем обсуждать, каким образом действовать для того, чтобы привлечь к ответственности Россию. Мы слышали очень много историй до деоккупации Буча, до деоккупации Ирпеня, Гастомеля, о происходящих там зверствах. Моя знакомая рассказывала мне о том, как она выбиралась вместе с семьей, о том, как 18-летние, 19-летние российские военнослужащие с видом победителя приходили в их села, приходили в их дома с автоматом наперевес, выгоняли семьи. В чем тут победа, я думаю, известна исключительно только этим. Не хочется говорить людям, но по-другому, к этим, наверное, существам, как их назвать, по-другому, я даже не могу себе представить. После событий, мы даже не можем представить, опять-таки, мы догадывались, что в Буче, в Ирпене, в Гастомеле, в других городах, которые мы деоккупировали, что-то ужасное. Но, наверное, даже не догадывались о том, что там на самом деле. Давайте так, должна ли меняться украинская позиция, исходя из ситуации в Буче? Исходя теперь, мы понимаем, что нас ждет в оккупированных городах. Должна ли она, по вашему мнению, становиться, возможно, жестче по отношению к Российской Федерации? Вне всякого сомнения, мы должны дать понять, что преступления, которые совершаются, не будут иметь сроков давности по международным законам, по международному праву, и каждый будет привлечен к ответственности. Позиция наша и так на сегодняшний день достаточно, я считаю, хорошая, стартовая, и в процессе переговоров мы ее усиливаем. То, что российские войска выброшены за пределы территории Киевской, Житомирской области, практически освобождена Черниговская область, все это в совокупности демонстрирует, как мы умеем бить врага, и что будет с ним в результате вот этого террористического нападения на территорию Украины, на мирные ордай-поселки. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, что силы у Российской Федерации еще есть. К сожалению, ее материальные ресурсы, материальные возможности, в том числе и вследствие не до конца примененных санкций со стороны наших западных партнеров, все еще сохраняются. Они продолжают торговать энергоносителями, нефтью, нефтепродуктами. Это позволяет пополнять государственный бюджет России, покупать вооружение. Это мы артикулируем к нашим западным партнерам каждый день практически через наши дипломатические представительства, через офис президента, через межпарламентские связи на всех уровнях. Мы это артикулируем. Но, тем не менее, мы понимаем, что запас прочности в Российской Федерации все еще остается, и есть приток финансов, который позволяет сохранять активность военную. Мы же ценим, дорожим каждым человеком, каждой человеческой жизнью, поэтому, вне всякого сомнения, позиция должна быть более жесткой, но, тем не менее, мы должны искать варианты прекращения войны. Я думаю, что главная цель наших переговорщиков, нашей делегации на этих переговорах должна быть прекращение военных действий, прекращение обстрела мирных городов, а дальше будем уже обсуждать иные вопросы, касающиеся послевоенного мироустройства. Позиции, которые озвучены президентом неоднократно и президентом нашей делегации, они являются неизменными. Территориальная целостность Украины не является предметом компромиссов, предметом торгов. Федор Владимирович, одним из тех ресурсов, которые истощаются постепенно, пока что они остаются последним вариантом у Путина, это ядерное оружие. Известный историк Нил Фергюсон, он опубликовал колонку на сайте Bloomberg, в издании Bloomberg, рассуждал о перипетиях российско-украинской войны. Материал был опубликован под названием «Семь наихудших сценариев войны в Украине». И он отвечает на вопрос в подобной колонке, готов ли Путин, приводит ли Путин к отчаянным мерам, идет ли он к ним, и именно говорит о ядерном вооружении. Ядерном оружии и осуществлении ядерной угрозы. Давайте сейчас услышим мнение Нила Фергюсона, обговорим далее. Путин не похож на ближневосточных деспотов, лишившихся власти во время войны в Ираке и Арабской весны. Он уже обладает оружием массового поражения, в том числе крупнейшим в мире арсеналом ядерных боеголовок, а также химическим и, несомненно, биологическим оружием. Те, кто преждевременно провозглашают победу Украины, похоже, забывают, что чем хуже обстоят дела у России в обычных войнах, тем выше вероятность того, что Путин применит химическое оружие или маленькое ядерное оружие. Помните, с 2014 года его целью было предотвратить превращение Украины в стабильную западно-ориентированную демократию, интегрированную в западные институты, такие как Организация Североатлантического договора и Европейский Союз. В смерти, разрушение и перемещение он может верить, что достигает этой цели скорее заброшенный склеп, чем свободная Украина. Вы знаете, некоторые российские политологи, они утрируют роль Владимира Путина, возвеличивают ее, наверное, в переговорном процессе. Говорят о том, что, в принципе, позиции Украины и желания Украины, как и желания западных стран, они вообще не важны. И все исключительно зависит от того, готов ли Путин продолжать войну, либо нет. То есть роль Украины и Европы, США, наши партнеры, она сводится к минимуму, вообще к минимуму, что не важна позиция Арахамия, Резникова, Венеславского, Зеленского, да кого угодно, что главное в этом процессе именно Владимир Путин. Что вы скажете на такие заявления? Во-первых, я хочу сказать, что Путин всегда привык, и это он демонстрировал на протяжении всего своего правления, имперского или царского, в его больном воображении, демонстрировать то, что сильно является переговорная позиция тогда, когда он демонстрирует проявление силы в других направлениях. Мы помним те события 2014 года, когда накануне каждых переговоров Путин демонстрировал какие-то удары по вооруженным силам Украины, по иным объектам, когда он терроризировал фактически и западный мир, угрожал ему во время разных переговоров. Также он такую же тактику применял с начала переговоров в Украине, когда первые переговоры происходили, я хочу напомнить, между украинской и российской делегацией на территории, на границе Республики Белоруссии, Республики Украина, Украинского государства, тогда продолжались обстрелы. Сейчас, когда наши вооруженные силы выгнали, прогнали оккупанта с значительных частей территории Украины, когда мы демонстрируем победы наших вооруженных сил, конечно же, переговорная позиция Путина существенно слабеет, а переговорная позиция нашей делегации существенно возросла. Тем не менее, мы же понимаем, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с людьми, которые живут абсолютно в иной, выдуманной реальности, которые создали миф при помощи средств массовой информации, зазомбировали население и сами поверили в те фантазии, в те фантомы, которые они сами себе придумали. Поэтому это тоже нужно учитывать. И, конечно же, Путин, как человек, который фактически сошел с ума, о чем говорят уже открыто подавляющее большинство западных лидеров, который стал военным преступником во главе с тем государством, которое он возглавляет, и с теми вооруженными силами главнокомандующим, которым он является, мы же понимаем, что он может действительно как загнанный в угол использовать в том числе и те средства, оружие, которые у него есть для того, чтобы каким-то образом достичь поставленных целей. Наше разведывальное сообщество нас информирует об реальных угрозах химических атак на города Украины. Мы понимаем, что не исключено, на мое субъективное мнение, это крайне низкая вероятность, но, тем не менее, такая вероятность сохраняется при мнении и тактического ядерного оружия, возможно, и стратегического. Но я бы тут не преувеличивал эти опасности, поскольку, во-первых, в состоянии, в котором мы видим, пребывают вообще вооруженные силы Российской Федерации, они, так же, как и вся страна, разъедены коррупцией, и техника в том состоянии, в котором не позволяют даже в каком-то, таком, скажем, на среднем уровне выполнять задачи, они выполняют задачи на минимальном уровне, техника ломается, глохнет и так далее. То же самое, в том же самом состоянии, я уверен, их ядерное оружие и западные аналитики об этом говорят. То есть, если Путин решится применить оружие массового уничтожения, то эти оружия могут, скажем так, не долететь дальше территории Российской Федерации и там привести к очередной ядерной экологической катастрофе. Химическое, конечно, оружие опасность есть, и мы оцениваем, мониторим ситуацию. И я думаю, что наши западные партнеры тоже очень четко понимают те сигналы, которые им посылают в связи с этой угрозой. Мы к этому готовы, к сожалению, исключить такой сценарий мы не можем, но у наших западных партнеров есть чем реагировать на такие угрозы. Я думаю, что в данном случае они точно помогут Украине для того, чтобы не допустить вот такого очередного чудовищного преступления против украинского народа. Важная часть вашего ответа – это сила вооруженной силы Украины. Если сравнивать, в том числе и с Российской Федерацией, да вообще, вооруженные силы Украины показывают себя как никогда прекрасно, как мне кажется, самые лучшие бойцы. А если говорить о российских военнослужащих, либо же представителей ОМОНа, есть подобная информация. 11 бойцов ОМОНа из Хакасии отказались участвовать во вторжении России в Украину. Об этом говорит хакасский интернет-журнал «Новый фокус». Ссылается на свои собственные источники. И я далее цитирую, когда именно это произошло. Публикация не сказана, однако можно сделать вывод, что это случилось вскоре после начала полномасштабной агрессии 24 февраля. К этому моменту, согласно статье, ОМОНовцы находились в полевом лагере в Беларуси. Были плохие условия, не было провизии. И главной причиной отказа стало уничтожение под Киевом колонны сотрудниками СОБРа из Хакасии, Кемеровской области. А шли они на украинскую столицу, на Киев. В статье говорится, что руководство запретило тем, кто получил ранение в результате обстрела колонны, рассказывать что-либо об этом своим близким. Что якобы было воспринято сотрудниками Росгвардии, как попытка скрыть случившееся. Если позиция украинской переговорной группы, в том числе отталкивается от успеха вооруженных сил Украины на поле боя, успехов этих, давайте так, достаточно, более чем, то отталкивается ли позиция делегации Российской Федерации от неудач российской армии на поле боя? И если просто, знаете, судить по заявлениям Мединского, Кадырова, Соловьева, Путина, Пескова, ситуация, ее заявления настолько разнятся, позиции в унисон уж точно не идут. Это является очень хорошим признаком того, что даже на таком уровне, который мы привыкли слышать, фактически унисон, на сегодняшний день есть уже диссонанс в заявлениях, диссонанс в оценках реальных событий, и тем более информация потихоньку не так, как бы хотелось, потому что нужно учитывать, что Российская Федерация создала фактически информационный вакуум, информационный такой пузырь, в котором пребывают граждане Российской Федерации, и этот пузырь достаточно сложно пробить, и граждане, как мы уже говорили, зазомбированы вот этой информационной пропагандой, компанией, но тем не менее, когда мы говорим о потерях российских военнослужащих, скрыть их уже, в принципе, невозможно, практически во всех городах Российской Федерации и подавляющем большинстве населенных пунктов происходит похорона тех, кто погиб, и тех, кого они решили забрать, потому что, наверное, процентов 70-80 они вообще не желают забирать своих военнослужащих, военнослужащих, и мы вчера общались с нашими представителями сил специальных операций, доступая эти военнослужащие, их трупы валяются до сих пор, и это тоже будет одна из проблем нашей уже, к сожалению, но тем не менее, мы ее, я думаю, решим, земля наша все перетравит. Но это нельзя скрыть, и, конечно же, выступать с теми победоносными такими риторикой, которую они привычно привыкли транслировать, уже не всегда удается, и, конечно же, они учитывают в том числе в переговорном процессе. Но мы, еще раз подчеркну, понимаем, с кем мы имеем дело. Это люди, которые живут в параллельно выдуманной реальности, и они этой реальностью обосновывают свои аргументы на переговорном процессе. Поэтому процесс сложный, процесс идет, но будем ожидать официальных заявлений, официального пресс-релиза по результатам переговоров, и дальше будем их оценивать. Исключительно от них отталкиваться, это тоже очень важно, и тут, наверное, месседж больше для моих коллег, для украинских, российских политологов в том числе. Федор Владимирович, говорю вам огромное спасибо за вашу позицию, за то, что стали частью нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что Федор Венеславский, представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и оборонной разведки, был с нами на связи. И очень важная составляющая украинской демократии, это то, о чем думает, что, как считает, как относится украинский народ к деятельности украинской власти, к ее решениям, к возможным идеям. Это то, о чем основывается демократическое государство, коим и является Украина, в отличие, к сожалению, для российских граждан от Российской Федерации. Нужно ли дипломатам-переговорщикам Киева говорить с Москвой? И если да, то о чем? Такой вопрос мои коллеги поставили украинцам в разных городах нашего государства. Давайте сейчас услышим ответы. Я считаю, что наше руководство все решит и все сделает так, как надо. Руководство нашей страны? Президент. Я уверена, что президент все сделает. То есть вы уверены в президенте, да? Уверена. Скорее всего, да, надо, чтобы прийти к какому-то ровному компромиссу, чтобы были какие-то переговоры, чтобы не было войны этой. О чем вы-то они должны договориться? Вот как вы думаете? О мире, чтобы убрали свои войска и тому подобное. Я всегда считаю, что нужно договориться. Ну, о чем просто скажете? О мире, там, о том, что... О мире, естественно, об окончании этой баханалии всякой. Вы же сами понимаете, что это затянется не на один месяц. Они же просто так не улютят, эти сволочи, от нас. Поэтому, я не знаю. Это тяжелый вопрос, конечно. Но надо договариваться. Я думаю, выключенный вариант. Я думаю, это исключенный вариант. Мое убеждение глубокое. Никакие переговоры с российскими дипломатами, не дадут положительного результата, потому что там царит такая ненависть. Я общаюсь с бывшими уже друзьями. Это просто невозможно слушать. Я считаю, что не нужно. Я думаю, они не смогут ни о чем договориться, так как здесь все очевидно. Путем мирных переговоров мы не пойдем ни на какие уступки России. Мы заберем те земли, которые они забрали у нас, и все должно быть хорошо. Я считаю, что при любых обстоятельствах, ради того, чтобы обрести мир, мы должны даже с чертом говорить. Оно все равно должно происходить, и мы должны найти какой-то способ, чтобы поладить с ними, как это должно происходить. Я не дипломат. Я не могу знать. Но если большинство наших дипломатов говорят, что это нужно делать, значит, значит, это нужно делать. Это надо с самим Путиным как бы разговаривать, ну, чтобы как-то все это закончить, на какие-то, как-то на компромиссы идти. Вы считаете, что нужно садиться с диплом переговора и договаривать? Да, да, да. Я считаю так. Это надо садиться и договариваться. По-другому никак. Если бы хотели, они бы уже давно договорились и нашли бы общий язык. И этого бы ничего не было. Кто-то не хочет, да. Это или одна сторона, или вторая. Если бы задали этот вопрос 2-3 недели назад, наверное, эмоционально каждый бы ответил. Да, наверное, стоит, потому что любая война заканчивается перемирием, победой какой-то, то есть миром. И, наверное, нужно было садиться. Но сейчас вот как открываются новые все события, связанные с Бучей, Ирпенем, Гастомилем, и так далее. И это еще мы не знаем картину полную в Мариуполе. Я думаю, после таких событий, ну, весь мир содрогнулся, и международное общество назвало Путина военным преступником уже. И теперь, думаю, вряд ли какие-то, ну, доцельные, как говорится, переговоры. Самый главный момент это Вокспопили в нашем государстве. Как я и говорил, украинская власть отталкивается именно от мнения обычного гражданина Украины, от мнения каждого гражданина Украины. Давайте так, для Российской Федерации, к сожалению, это несуществующая реальность, это альтернативная реальность. Но постепенно, именно благодаря в том числе нашим усилиям, усилиям нашего телеканала, моих коллег, мы пытаемся показать, каков может быть новый мир, цивилизованный мир, без Путина, без агрессии по отношению к соседним странам. Есть новая информация, в том числе о помощи Украине, от украинских партнеров, Соединенных Штатов Америки. Конгрессманы США требуют передать Украине новое вооружение, об этом говорит издание СИНН. Предлагаемую помощь включают ракеты класса «Земля-воздух» большой дальности, очень важно для украинской защиты, не нападение, еще раз напоминаю, Украина не нападает, Украина защищается, проводит контрнаступление исключительно по отношению к врагу. Также предполагаемая помощь, может быть, это истребители и противокорабельные ракеты, соответствующее письмо законодатели уже направили президенту США, Джорзефа Байдену. Следите за нашими обновлениями, дабы знать, было ли успешным, была ли вот такая помощь, которую предлагают конгрессмены США, все-таки одобрена. И корреспондент СИНН также заявил, возвращаясь к теме зверств российских военных в Буче, заявил, что количество жертв мирных жителей Буча исчисляется не десятками, исчисляется сотнями. Также Антон Геращенко на месте происшествия Буча, он записал видео, видеообращение, это советник главы Министерства внутренних дел Украины, он также показывал детский лагерь, если не ошибаюсь, это был садик, где издевались над мирным населением города. Давайте сейчас услышим Антона Геращенко. Я нахожусь сейчас в детском лагере в Буче. Здесь должны были бы отдыхать и развиться дети. Вместо этого в этом лагере три недели жили русские солдатня. Когда мы выгнали их из Буче, в подвале этого детского лагеря было найдено пять замученных мужчин в гражданском. Их руки были связаны. Их убили выстрелами, кого в голову, кого в грудь. Сейчас мы собрали здесь журналистов со всего мира, от Японии до Америки. Для того, чтобы показать на весь мир правду о преступлениях русских солдат, которые убили наших украинцев. Вы, мрази, будете за это отвечать. За то, что абсолютно невинные люди погибли здесь. Они должны были бы жить и жить и радоваться жизни вместе с своими родными. Вы за это ответите. Я также напомню, что президент Украины Владимир Зеленский также приехал в Бучу вчера как настоящий лидер своего народа, человек, который защищает также свой народ как президент этой страны, как лидер нации, наверное, лидер нового цивилизованного демократического мира. И также президент Украины давал интервью иностранным СМИ, было много заявлений и о роли Российской Федерации в этой войне и о той ноше, которая сейчас несет украинское государство. И в том числе заявления Владимира Александровича сейчас становятся популярными. И в том числе и о НАТО. О Североатлантическом Альянсе заявил президент Украины, говорил в том числе о так называемых деноцификации, демилитаризации, разговоров. О них не будет, об этом президент Украины заявил в интервью журналистам. И о НАТО также, если говорить, он заявил, я цитирую, если завтра нам скажут вступать в НАТО, вопреки требованиям России, мы вступим в НАТО. Но только по-настоящему не играя украинскими судьбами добавлю от себя, как сейчас. По сути дела, сейчас украинские военнослужащие, как минимум, уже показали то, что они не то чтобы достойны стать частью войск НАТО, но они, я думаю, как минимум, привык, как еще более подготовленные к возможным военным противостояниям, чем любой военнослужащий НАТО, как минимум. Ну, если же не НАТО, то, как минимум, военные возможные союзы с соседними или иностранными, они возможны в будущем, надеемся, в ближайшем. Также президент Украины, вчера, пребывая в Буче, он отвечал на вопрос наших, моих коллег о Мариуполе. На тот момент президент Украины заявил, что ситуация сложная, но вопрос может решиться в ближайшие часы, сказал он 4 апреля, может решиться в ближайшие дни. Давайте сейчас услышим президента Украины. Мариуполь. В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций. Все реальные сценарии, боюсь, не имею права говорить. Занимаемся поддержкой парней. Им очень сложно, мы на связи. Скажу честно, выходим на связь я главком ежедневно. Сейчас говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией, не просто там. Думаю, в ближайшие дни, а может и часы, у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос, на который никак никто не может найти 40% уже невозможно восстановить, то по последним оценкам постепенно цифра подбирается к 100% и скорее всего город будет либо невозможно восстановить, либо придется разрушать те здания, строить новые, восстанавливать, воссоздавать, наверное, так Мариуполь. И если говорить об этом городе, то известно, что оккупанты российские, они вывезли почти 40 тысяч жителей из Мариуполя в так называемую Квази-Республику ДНР, либо же в Российскую Федерацию, неизвестно, об этом говорят местные власти. Подсчет депортированных усложнен тем, что у людей забирали украинские документы. Это, кстати, известно и нам в том числе, нашему телеканалу, что делают с мариупольцами. Им предлагают вывозить в ДНР так называемую, либо в Российскую Федерацию, но по заявлению уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисовой, часть украинцев, которые российско-оккупационные войска вывозят с Мариуполя, ну, по крайней мере, в Российскую Федерацию вывозят, они самостоятельно добираются до Эстонии. Если у наших зрителей, среди наших зрителей есть те украинцы, которых РФ вывезла незаконно на территорию своего государства, либо среди наших зрителей есть те россияне, которые могут передать эту информацию, передавайте. Можно уехать в Эстонию, можно уехать в Литву, можно уехать в Латвию, добирайтесь до цивилизации любым способом, возможным для вас.